Друзья, привет! Конечно, я рад, что подключились и комментируете, и даже комментируете с других тучек зрения, что такое спасибо, что такое можно, что такое нельзя и так далее. Вот эти обиходные слова, которые мы постоянно обмениваемся друг с другом. Ведь какой там смысл лежит, какие залежи нераскрытые для многих людей, и каждый может трактовать, как хочет, конечно, поэтому Роман Газенко нам помогает, он как локомотив ведёт наш поезд и включил этот самый механизм. Спасибо ему и спасибо всем вам, потому что, конечно, вы можете свои точки зрения там высказывать. Именно для этого это и делается. Критикуйте с аргументами. Это потрясающе, это и есть, собственно говоря, развитие нашей с вами и всего контента, и всей нашей школы, которая учится так разговаривать, так понимать вопросы, чтобы в наших системах неопределённости, которые у нас возникают, могли быстро соображать, какое правильное решение принять, чтобы нами не манипулировали. Потому что манипуляция как раз-таки, она всегда, условно говоря, ищет пробелы в нашем понимании. Вот на самом деле, вот хорошо, в прошлый раз мы с Романом это затронули. Роман сказал тогда как? Видеть и не видеть, вот одновременно, понимаете, слышать и не слышать. Но это что такое? Это же вообще, это чудесно, что мы это рассматриваем. Что мы смотрим и не видим. Это же важно. Важно это понять, что наше сознание там, где наше внимание. Там, где наше внимание, там и наше сознание. И это вот, это очень важно, что можно смотреть и не видеть. Это очень часто бывает, друзья, это очень часто бывает. Я вот раньше, много лет назад гипнозом занимался. Там можно было человеку внушить, например, что он не видит зелёной фуражки, которая лежит на столе или на диване. Всё остальное видит, а её не видит, фуражку. Да. И вот он, бедный, всё видит, а фуражки не видит. Ну, как-то он её старательно обходит, значит, видит. А я говорил как-то на одном из роликов о том, что сознание какую роль играет мощнейшую, потому что человек может управлять только тем, что осознал, а всё остальное управляет им. Да, вот запомните этот афоризм. Человек управляет только тем, что осознал. То есть, внимание обратил на что-то. Увидел причинно-следственные связи между одним и другим. И в результате стал в этой части осознанным. В своём принятии решений, в своём поведении, в своих мотивациях и так далее. Обратил внимание. Ну, вот посмотрите, ну, миллион людей нервничали, решая какие-то вопросы. И никто не обращал внимания, что они совершают именно нервные движения, помогающие решить вопрос. Они ходят туда-сюда по комнате, качают ногой, постукивают пальцами. Те ребят в пальцах что-то жуют какую-то жвачку. Или заедают этот стресс. Ну, короче говоря, много проблем из-за этого возникает. А с другой стороны, вот не обращали же на это внимание? Не обращали. Вот как только я обратил на это внимание, что нервные движения – это не просто нервные движения. Ну, любой невропатолог знает, там, невролог знает, там, что... Это нервные движения. Вот он нервничает, ходит туда-сюда по комнате. Это нервные движения. Никто не обращал внимания, что он так делает, потому что он над чем-то думает. Вот это соединение. Он нервничает, он ходит туда-сюда по комнате, потому что повторяемыми движениями снимает лишнее напряжение, которое мешает ему свободно думать, искать решение. Видите, какая логика? Обратил внимание, сказал об этом. И многие-многие люди, это было много лет назад, это так много лет назад было, и многие-многие люди говорили, ну, и что это такого? А кому это непонятно? Всем вроде понятно. Но когда ты сказал, уже обращает внимание, уже становится понятно. Ну, еще и потому, что так просто говоришь об этом. И явление-то простое. Действительно нервничает, ходит туда-сюда по комнате. Что-то такого. Что тут, говорит, непонятно? А главное, какой вывод они сделали из этого? Никакого вывода не сделали. А когда понятно, можно из этого сделать выводы. Можно сделать выводы и создать какие-то вещи, создать какую-то технологию, да, методику создать, какую-то философию, какую-то картину нарисовать, какие-то стихи прочитать. То есть, что-то можно произвести. И вот в следующем ролике я хочу вам рассказать, потому что мы как-то задавали в следующем, в предыдущем ролике вопрос, зачем люди живут. Там был ответ хороший. Для того, чтобы развивать себя и все развивать. Действительно. Я хочу в следующем ролике тему такую сделать, чтобы мы все подключились. Для чего все-таки люди живут? Потому что материальный мир создался теперь живой мир. Теперь живой мир совершенствуется. Теперь человек создает опять материальный мир. Но уже такой, которого раньше не было. Вот интересно, правда? То есть, так как-то все происходит. Но мы об этом еще поговорим. А сейчас я хочу попросить вас. Пишите комменты. К нашему будущему, возможному вебинару, если вам это действительно интересно. Чтобы мы с Романом Газенко подготовили этот вебинар так, что вы, когда будете выходить в Zoom, так было интересно и полезно, чтобы после этого действительно через вас, нас, всех нас вместе, вместе мы сила, чтобы после этого мир стал улучшаться. Да-да, я не шучу. Потому что это роль сознания. Когда мы стали понимать что-то, мы начинаем этим управлять. Да. Да, друзья. Сознание – великая вещь. Да, и мы действительно, именно так человек может управлять только тем, что он понял. Все остальное управляет им. До встречи. Пишите, пишите комменты. Очень важно. Очень важно. Я вам точно говорю. Вы увидите потом. И убедитесь, что мы произведем. Давайте. Рucing. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Кінец pot.